Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. Специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой киви-кошелек. Подробная информация в описании. Все, давайте вот, допустим, вот все, что было до вот этой секунды, мы забыли. Да? Ну, ничего не было правильно, вообще нихуя не произошло. Это все была шутка и прикол. Ок? Стрим начался. Здорово. Здорово, дорогие мои ублюдки и ублюдочницы. И... В общем, очень давненько я не выходил с вами на связь. Вообще, знаете, редко я что-то делаю стримы, так я подумал, блин, наверное, нужно почаще. И постараюсь, постараюсь, вот очень честно, сильно постараюсь почаще это делать. В общем, сегодня в нашей развлекательной программе мы обсудим футбол. Нет, шучу, нахуй надо. Ой, блядь, вот это я даун. В общем, я хочу вам сегодня рассказать о том, как я съездил в Испанию. Мое впечатление о прекрасной... Ой, блядь, о загнивающей Европе, отвратительной. Посмотрим заявки. Ой, блядь. Извините. Посмотрим, что у нас там с Пальмагуфитом, потому что я сам до сих пор еще не смотрел. Посмотрим, что у нас там новенького на этом вашем утубе. Тренды по Палям. Если они, конечно, опять все не полностью накрученные. Ну и, конечно же, любые ваши вопросы, отвечать сегодня готов на них я. Потому что не делал этого очень давно. Простите, пожалуйста. Так, давайте сначала сразу же донаты. Пробежимся по ним, которые я пропустил. Потому что не гоже это так. Не гоже. Здорово, когда новый трек, спрашивает меня Алекс. Новый трек. А что, если я скажу, что он уже готов? И более того, клип уже готов. Просто осталось немножечко нюансов, которые зависят, к сожалению, не от меня. Но я постараюсь ускорить процесс. Хорошо? Я обещаю, что скоро все будет... Клип, трек, вам пизда. Ок? Ок. Итак. Владимир спрашивает. Привет, как дела? Будет ли проект, снимаем клип подписчику? Конечно, да. Слушай, подожди. Во-первых. Во-первых. Конкурс Пальмы Го Фиджи. Вот буквально 4-5 дней назад объявил. Если вдруг кто еще не в курсе, вот я объявил конкурс недавно на Фид. Нужно любое, вот любое свое творчество, будь то стих, музыка, похуй. Делаешь что-нибудь про море, и победитель... Победитель с победителем мы вместе едем на море ебашить трек и клип, а может и нет. А вдруг победит танцор? Тогда, вот я прикинь, я буду петь, а танцор будет танцевать. Или вдруг победит поэт? А вдруг победит художник? Это огромное, огромное пространство для творчества. Будет ли запись... А, насчет. Будет ли запись мероприятия Music Hall 27? Да, обязательно будет. Чуть-чуть позже еще об этом скажу. Братишка, сколько стоит такие же дреды заплести? Слушай, ну я заплетал как бы по бартеру, можно сказать. Это сейчас дреды будут стоить вам в районе 10, наверное. В хорошем салоне. В районе 10 тысяч. Так, танцор диско. Привет, после релиза будет тур? Слушайте, я не знаю насчет тура пока. Гнать, не гнать? Не знаю пока. Хочется, конечно, хочется, но пока немножечко по времени не получается. Где планируешь жить после того, как объездишь мир? Я не знаю. Я не знаю. Для начала нужно объездить мир, наверное, потом понять это. Будешь ли покупать себе машину? Скорее всего, нет. Потому что машина привязывает. Не то, что даже привязывает. Машину можно и продать. Но, блядь. Просто, когда у тебя есть машина, это тебя ограничивает. Ты не можешь постоянно выпивать, там, веселиться. Вот это вот. Ну и страшно постоянно. Если особенно она какая-нибудь там, ну, хорошего класса, то очень страшно за нее. Вдруг какой-нибудь пидор возьмет, тебе ее сломает. Будет похуёво. Почему убрали ММД? Почему убрали ММД? Блядь. Ну, потому что, наверное, просто надоело. Вот и все. Такое же бывает. Кем? Поедешь в Питер. Блин, вы спрашиваете меня о том, о чем я так вам хотел рассказать. Пожалуйста, подождите. Я сейчас расскажу. Что я вам хочу рассказать про Испанию? Или рано еще вам рассказывать про Испанию? Вот очень многие, кстати, пишут. Отойду-ка я от темы этой вашей загнивающей Европы. Отвратительной. Ужасной. Противной. Фу. Спасибо, Кремль, за деньги. Вот вы мне все пишите. Зачем ты покрасил волосы? О, еблан, ужас. Так, дорогие мои. Это с каких это пор вас вообще ебет? Кто и как красит свои волосы? Ну, это признак быдла. Так, все, донаты пошли. Наконец-то. Мне пишет. Хочешь ли ты меня продюсировать? Чувак. Спишемся чуть позже. Я знаю, что на самом деле MC Bentley я видел. Я видел в Инстаграме твой видос, где ты обращаешься ко мне. И не думай, что я просто так пропущу это мимо ушей. Чуть-чуть под терпение мы с тобой, мы свяжемся. Так вот, касательно волос. Во-первых, во-первых, ну, это же очень по-бадлядски оценивать по внешности человека человека. А во-вторых, вам что, не нравится? Круто же, блядь, красиво. Разве нет? Так, вот насчет Янг-Льва. То, что я ему написал GoFit. А вот вы сами бы хотели, чтобы... Вы вообще, вот, моя аудитория, знаете ли вы Янг-Льва? Вот прям сейчас в чат. Вот вы знаете, кто такой Янг-Лев? Ну-ка, прям в чат сейчас хуярьте. Мне интересно просто. Ну, я на самом деле думал, больше, больше из вас это знают. Знают Янг-Льва. Ну, а насчет фита? Пусть это будет тайной. Хорошо. В пятницу? Да, я очень постараюсь со всеми фоткаться. Пиздец, как постараюсь. Вот. Я не знаю, сколько людей придет. Если, кстати, вдруг, кто до сих пор не знает, в пятницу, в Уфе, блядь, извините, 13 июля на площади Двух Фонтанов мы делаем благотворительный концерт. Вот. И все собранные денежки отправляем в детский дом города Уфы. Поэтому, если ты уфимец, мой земляк, я тебя жду в пятницу, 13 июля. Понял, блин? Я постараюсь со всеми сфоткаться. Не знаю, сколько народу придет. Очень постараюсь. Прям пиздец. Надеюсь, получится. Касательно Испании. Вы, я думаю, уже знаете все, что в Испании у меня живет родители теперь. Ну, семья моя переехала туда. И первое время я тоже туда поехал, ну, потому что, ну, понимаете, да, переезд и все дела. Там, как-то, помогать чуть-чуть. Вот все. Вот. И что я вам скажу? Ну, это ваша загнивающая Европа. Она... Вот. Давайте так. Есть в ней и охуеть какие плюсы, и охуеть какие минусы. Из плюсов. Знаете, прекрасно, когда ты просыпаешься с утра, кушаешь свежие фрукты, спускаешься во двор, занимаешься в тренажерном зале, потом прыгаешь в бассейн, плаваешь там в бассейне. Классно. Потом до моря пять минут пешком пройтись. Грамм Марьи Ивановны стоит всего 300 рублей там. И она там декриминализована. Смог сказать. Но в то же время это ужасно. Даня Торговкин, здорово. Но в то же время это ужасно. Потому что любая мотивация, любая мотивация к работе и вообще, в принципе, желание что-либо делать пропадает. Вот напрочь. И понимаете, там вот вот слишком хорошо, блядь. Слишком пиздато. Алиночка, спасибо за донат. Вот, наверное, это самая главная причина, почему я оттуда свалил. Почему я там не остался. Потому что там слишком хорошо. И... О, вот и сосок пальмы подлетел. Спасибо большое. Так. Что там, дорогие мои ребята в чате? Это фейк. Хрен с горы. Спасибо большое. Это фейк, успокойтесь. Ладно? В общем, вот. Я вам честно скажу. У меня начались там проблемы с Марией Ивановной. Потому что я стал слишком много ее курить. Слишком много. И... Уже просто дошло до того, что последние несколько дней, наверное, где-то... Ну, вот последние дня... Дней пять, находясь в Испании, я просто просыпался, курил, 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 выходил погулять, курить, вечерком курил, перед сном курил и ложился спать. Вот серьезно, без шуток. То есть... И как только... Вот. Ну... Ну... И... И, короче, примерно дня три-четыре я провел вот так. И потом у меня просто что-то щелкнуло в башке. Типа, ебаный в рот. Молодой. Что... Что, блядь, с тобой случилось? Ты просто... Ты сидишь на одном месте пять дней, как овощ ебаный. Нихуя не делаешь, только куришь, кушаешь еду и все. И смотришь дебильные, блядь, видосики на ютюбе. И в тот же момент я просто билет в Уфу купил и съебался. Потому что это было... Это страшно. Мне стало действительно страшно. И, в общем, знаете, вот что в Испании прекрасного? Море, окей. Погода, окей. Экология. Экология там охуенная. Фрукты, овощи, еда, в принципе, все охуенное. Все, конечно, дороже раза в два. Но все действительно охуенное. Но в то же время испанцы чертовски ленивые. Охуеть, какие ленивые. Вот какая-то возня с документами может происходить вплоть там до нескольких месяцев. Если у нас вот ты пришел и сделал быстренько какую-то там хуйню, я не знаю, паспортный стол, там что-нибудь, любая возня с документами. Вообще, в принципе, любые действия испанцы очень долго делают. Более того, в воскресенье в Испании ничего не работает почти. Вот вообще ничего. И каждый день с двух до пяти у них так называемая сиеста. То есть это... Ну, как это... Как вам объяснить, блядь? Сиеста это перерыв. То есть каждый день с двух до пяти ничего тоже. Опять ничего не работает. Опа. И все просто отдыхают. Вот так вот, ебать. Наслаждаются жизнью. Дошик, спасибо за донат. Когда разыграешь мерч? В общем, ситуация такая. Насчет мерча... Этим мерчем занимаюсь не я. Вот, мои кореша. И сейчас там съемки у них жесткие. Поэтому немножко мы задержим розыгрыш. Чуть-чуть совсем. Завтра я постараюсь... Мы постараемся это все сделать. И знаете, в Испании, блядь, вот... Я не знаю, мне в России больше нравится, честно вам скажу. Мне больше нравится здесь. Здесь пизжи. Там нету убера, блядь. Там вообще... У них... Испанцы не очень хорошо дружат с техникой. Наверное, потому что им это просто нахуй не надо. Если у нас люди все прям... Если у нас в России по щелчку, по звонку можно получить все. Ты можешь... Камон, ты можешь написать блядь, ночью, в 4 часа ночи. Ты можешь написать в какую-то там доставку кальяна. На дом тебе привезут кальян. Там ночью тебе даже еду не привезут. В Испании. Ночью тебе даже покушать не привезут, блядь, нихуя. В крупных городах возможно. Там Барсе, Мадрид, и я не знаю. Но вот в таких вот... Я, например... Я в Эликанте. Как бы... Ну, не я. Был в... Я был в Эликанте, и... Там, короче, пиздец. Мне больше нравится... Почему мне больше нравится в России? Знаете, в Испании слишком спокойно, хорошо, комфортно. Там куришь, плаваешь, отдыхаешь, веселишься, танцы, хуйня. Там ты спокоен. Там ты не боишься, что... Что-то произойдет с тобой. Ты уверен. Ты видишь полицейского на улице, и ты его не боишься. Прикиньте, я охуел. Я шел по улице в Испании, видел полицейского, и не боялся. Прикиньте, охуеть. Потому что там, наверное, они... Ну, там полицейские получают дохуя зарплаты. У них охуеть, какие огромные зарплаты. И вот, и там очень скучно. Там очень скучно из-за этого. Там люди наслаждаются жизнью. Они с рождения... Они привыкли, они наслаждаются жизнью. Они кайфуют, там гуляют, ебать, улыбаются, веселятся. Вот я о чем... Ну, я обо всем этом сказал вот в последнем треке Knockin' on Heaven's Door, да? Вот. Я об этом всем говорил. Для меня это реально было удивлением. Люди идут по улице, улыбаются, разговаривают, общаются. Никуда никто не спешит. Все про... Ммм... Но я не знаю, я не могу. Я, наверное, к этому просто... Мне нравится... Вот почему мне нравится наша страна? Пиздец. Почему я обожаю Россию? Вот здесь встаешь с утра, да, с кровати, и не знаешь, что с тобой произойдет сегодня. Может... Может, тебя сегодня отпиздят. А может, тебя сегодня гопнут. А может, тебя вообще убьют нахуй. А может, ты сегодня кого-нибудь убьешь, блядь. А может, тебя повяжут просто в тюрягу кинут. И вот этот риск, вот это... Вот непонимание, что тебя ждет сегодня, это и есть вот то, за что я так люблю нашу страну. да, я очень... Я недоволен недоволен государством. Да, ебать, как и многие, в принципе, люди моего возраста. Да и не только моего возраста. Вот. Мы с ребятами уже сделали, уже накидали примерно пять проектов разных. То есть, с моими Олежа или Тимофей, как вы его знаете, скорее всего, Егор, Маркел, команда наша, Тим, Гэнг. Не волнуйтесь, не переживайте, мы готовим, а вам разъеб ебла. Но нет, ладно, я пошутил. Ничего мы не готовим. Про новый альбом Джонни Боя и про его камбэк, блядь, вот, я не слушал, если честно, его альбом, потому что мне хватило клипа и, ну, нескольких клипов. Ой, спасибо большое за 500 рублей. Мне хватило его клипов, я просто понял, что никакого прогресса человек в творчестве не сделал, он как, ну, что делал, то есть, продолжил делать, поэтому, ну, как-то альбом не захотелось слушать. Вот. Спасибо большое за 500 рублей, но слушать твой трек я не...